5 октября карагандинская СРРК провела свой первый матч в китайском Харбине. Игра, скажем так, складывалась не совсем, как хотелось бы. Тяжело играть соперником, которого не знаешь. Но оно понятно, что тренерский штаб разбирал игру китайцев, однако это не помогло. СРРК пропускает первую шайбу в свои ворота. После удаления Айрата Зиазова шайбу в большинстве забрасывает Константин Макаров. Дубровина помогает Хэллиону Кунду Хунг Синь. Шоу кайтиру. В этом форте Кунду Хунг Синь. 1-0. Пусть в 0. Срайбря, быстро. Отыграться удается лишь на 11-й минуте, когда удаляется игрок китайской команды Ян Ху. Станислав Альшевский при помощи Сергея Тополя и Айрата Зиазова сравнивают счет. После этого были еще удаления, которые остались нереализованными. После первого периода 1-1. Вторая 20-минутка запомнилась неприятным моментом для Дениса Фахруддинова. Получил он по лицу от Евгения Рыбницкого, что позволило карагандинцам играть целых 4 минуты в большинстве. Но, к сожалению, этим шансом карагандинцы воспользоваться не смогли. Удаление Соколова у Сарарки китайцам также не принесло удачи. А вот следующее удаление Назаркина хозяева смогли реализовать. Отличился Кирилл Лебедев. После второго периода 2-1, хозяева впереди. Заключительная треть матча была богата на опасные моменты. Много раз и те, и другие могли отличиться. Но все же уверенная игра вратарей оставила неудел игроков обеих команд. Китайские хоккеисты могли воспользоваться удалением Артура Сарварова. Но им помешала уверенная игра Сарарки в меньшинстве. К сожалению, тактический ход Александра Соколова с заменой вратаря на шестого полевого игрока также не принесла положительного результата. Итог встречи 2-1. Победа китайского клуба. 7 октября карагандинская СРРК продолжит выездную серию в Китае с командой Ценгтоу. КОНЕЦ